Никогда за последние несколько десятилетий не уменьшалась расходная часть бюджета. На 2,2%. Причем падают инвестиции государства в ремонт дорог, причем существенно, на 400-500 миллионов рублей. Падает помощь государства, снижается сельскому хозяйству. Именно в этих условиях на 100 миллионов. Снижаются инвестиции в основной капитал на 10%. Снижаются социальные программы. Это компенсации, это помощь здравоохранению. Это все, что касается малоимущих. Но на фоне этого растет затрата на 500 миллионов на оборону. Закупаются различные РЛС, системы ПВО. Дальше впервые в истории Молдова это правительство в следующем году возьмет 14 миллиардов 800 миллионов лей кредитов зарубежных. И должна вернуть обратно 10,8-11 миллиардов. То есть практически мы доходим, это 70%. Да, да. Мы доходим до ситуации, что правительство берет кредиты, как наркомандозу, для того, чтобы вернуть кредиты, которые взяла до сих пор. Такого не было в истории Республики Молдова. И что интересно, грантов практически в следующем году нет. Поэтому следующий год, я думаю, что будет серьезным вызовом для нынешней власти, для того, чтобы они как-то смогли выплатить текущие пенсии и зарплаты. При этом, при том, что экономика, где находится внизу, ниже Плентуса, они планируют на 5 миллиардов лей взять больше налогов с реального сектора. То есть вы привели к тому, что мы потеряли российский рынок, с вчерашнего дня яблоки на Россию уже поставлять невозможно. А мы год назад поставляли 200 тысяч тонн яблок. Десятки тысяч тонн яблок сейчас в холодильниках. Люди смотрят, что с ними будут делать. Вы сделали все возможное, что вы инвестиции не пришли в Молдове. Вы развалили практически аграриев из-за того, что аграрии сейчас лишаются техники, если хозяйственные земли, которые уходят банкам. Банки зарубежные. И вы делаете так, чтобы земли ушли банкам зарубежным. И в этих условиях вы планируете еще рост доходов бюджета за счет налогов? Вы там вообще в школу не ходили.